всем привет друзья сегодня будет вопрос одного из подписчиков за я зачитаю вопрос проанализируем его постараюсь ответить просто понятно расскажу также еще и видение этим видением постараюсь объяснить суть суть вашего вопроса который был изложен или есть изложен в комментарии под одним из видео итак поехали вопрос задает филин белый здравствуйте я не имею никакого отношения к тому чем живете вы то есть не имеет никакого отношения традиции индуизма йоги и так далее слушаю вас с интересом сначала с недоверием потом подкупила ваша искренность непринужденности желание а и нежелание кому-либо угодить и манипулировать хочешь верь и следуй нет так иди своей дорогой спасибо не хочу обратить но спасибо но хочу обратиться с просьбой понимаю что любая дорога к свету начинается с духовного очищения йога это не мой путь ну он таким образом пишет да вот пока что но как тогда то есть другими словами подписчик дает понять что йога традиции индуизма ведические знания это не его пути не ему не интересны вообще но как же тогда можно развиваться кроме как с помощью этого пути в своем случае друзья я могу рекомендовать тот путь которым сам шел и которые знаю точно что он работает относительно других методов практик развития какое-то время назад я рассказал расскажу сейчас интересную историю какое-то время назад у меня было несколько видений связанных с падшими ангелами то есть я в буквальном смысле записал виде на эту тему да и я видел каким образом эти падшие ангелы проявляясь уничтожают судьбу людей и мне в какой-то момент стало интересно каким же образом это происходит и в состоянии медитации кто не понимает объясню немножко йога традиция йоги да дает довольно большой и обширный спектр духовных практик с помощью с помощью которых очищается ум энергии физическое тело пробуждаются мистические способности пробуждается наше подсознание очищается также то есть очень очень много всевозможных качеств и вот когда мы доходим до такого состояния мы начинаем замечать в себе как постепенно постепенно год за годом раскрываются какие-то в нас необычные состояния память прошлых жизней способность видеть на расстоянии способность видеть будущее будущее свое других людей способность осознавать сновидение и входить в осознанное сновидение других людей или помогать им осознавать их сновидение и так далее масса всего огромнейшая масса всего да но при этом когда ты наблюдаешь за собой, ты можешь наблюдать и за другими. И вот в какой-то момент я был поражен тем, что демонические существа, и возможно кто-то уже выстроил себе какую-то суперлегенду относительно того, как падшие ангелы влияют на человека, на любого человека. Мы не будем вдаваться в какие-то имена там, вот и так далее. И когда я наблюдал эти процессы, я увидел, что влияние происходит через ум, только через ум. Что бы мы там ни говорили, через судьбу, жизни, нет, 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 нет. Через умы людей. Влияние происходит через умы людей. Каким образом? Объясняю. Предположим, существует какой-то негативный элемент в нашей жизни, что, к примеру, казино, да, наркотики, алкоголизм, захваченность богатством, жажда золота, незаконные интимные отношения, да, этого всего пруд пруди вокруг нас. То есть мы, по сути, в этом живем. У нас в нашем случае было бы уместнее задать вопрос, а где же духовность? И можем ли ее где-то увидеть, эту духовность, да? Пойди, попробуй ее, найди сейчас. И вот каким образом происходит влияние? Предположим, есть некая система казино, либо какие-то наркотические вещества, да, и человек в какой-то момент сначала видит это, потом он начинает задумываться, а может быть попробовать, а может быть в казино поиграть, а может быть еще что-нибудь греховное сделать. И таким образом, когда человек начинает думать об этом, вот эта информация, она проникает в его ум. Сначала это просто внешнее что-то, но суть демонических существ заключается в том, что мы должны, они вынуждают нас думать именно о том, что выгодно им. Таким образом происходит проникновение в наши умы, а дальше уже в наше астральное тело, в наше физическое тело, и дальше уже влияние на судьбу. Никак иначе. Не на судьбу извне и так далее. И вот, когда человек начинает думать о чем-то греховном, он начинает что-то из себя представлять, размышлять, поскольку каждая информация, которая нас окружает, она несет в себя определенные вибрации, определенные энергии, которыми пропитывается наше сознание. Таким образом, духи, нечистые духи вынуждают нас насыщать свой ум этими нечистыми демоническими энергиями. Причем, всегда делается таким образом, чтобы мы это делали собственноручно. То есть, якобы, они не при делах. Ну, естественно, все это делается из-под тяжка, шифруется и так далее. было подобное влияние и в организации, в деструктивной организации, в которой я был, да, то есть, бывший типа учитель, вот, у него тоже структура астрального тела не существа из духовных миров, вообще, от слова совсем. И вы будете удивлены однажды, когда вы увидите, что это было за жесть, да, что один, что духовный наставник, это два демонических существа, по сути, два демона, вот, из-за этого у них самоубийства были в ашраме, да, и учение вообще ложное, и прогресса ни у кого нету, за 30 лет никто не смог пробудить энергию кундалини, да что там кундалини, даже чакры не открываются, йогой занимаются с утра до вечера, все не работает, потому что нет благословения, нет благословения духовных миров, нет парампора, нет традиции, и вообще адвайта это отстой. И этот полудурок Вишнудев, да, он всячески давал техники, всячески давал наставления, с помощью которых контролировалось, друзья, даже наше мышление, понимаете, то есть давались наставления, с помощью которых нас всячески старались контролировать, то есть одна из таких практик была связана допустим с тем, что мы не должны ни в коем случае посещая город слушать музыку, чтобы наш ум ни в коем случае не захватывался ничем, ну, мирскую музыку, не читать мирские книги, не разговаривать на мирские темы, вот, и все это, если ты где-то там постоял, послушал музыку, ты должен был уже раскаяться, или посмотрел какой-то фильм, ты должен был раскаяться, вот, хотя у Минцева была целая библиотека и даже всяких порнофильмов и всевозможных боевиков, у него был свой магнитофон был обязательно, да, и он с удовольствием просматривал у себя там, закрывшись в кибитке, в своем домике, то, что ему было интересно. Это было еще двухтысячные, да, и я сам видел эту библиотеку, вот, во время одной из уборок, то есть, нас туда отправляли, для примера рассказываю, то есть, маразмов много, и с их стороны целенаправленно оказывалось воздействие, чтобы всячески контролировать наше мышление, то есть, это типичное мышление демонических существ, контроль ума, начинается все с контроля ума, в чем парадокс заключается, да, кто-то скажет, ну, что ты рассказываешь, мы все это знаем, да, не знаете, друзья, что самое интересное, традиция христианства использует точно такие же методы, один в один, не знали? Помните, или давайте вспомним, мы без критики ни в коем случае, я просто сам удивился этому, и когда я видел, каким образом влияет традиция христианства, как она, как это учение проявилось, я был тоже очень сильно удивлен, помните, или давайте вспомним историю относительно того, как Иисуса распяли, да, и говорится, что он, в Писании говорится, что он пострадал за нас, за всех за нас, и он взял на себя грехи всего мира и был распят и погиб на кресте и воскрес, но удивительно то, что если он за всех нас пострадал, почему мы никто этого не испытываем, и для того, чтобы это правило сработало, мы должны, что, друзья, должны принять традицию христианства, исповедаться, покаяться, покреститься обязательно, то есть, эта информация должна, что, проникнуть в наш ум, мы должны осознать, то есть, если где-то в Африке живет племя, допустим, туземцев, которые совершенно не знают и, возможно, допустим, даже в течение этого века или в лесах Амазонки живет какое-то племя, да, и у них нет шансов встретиться с учением Христа, то возникает вопрос, а умер ли Христос за грехи этого племени, этих людей? А есть еще миры более высокие, более низшие, умер ли Христос за грехи тех людей, которые, допустим, в более высоких мирах находятся или в более низших мирах, допустим, существуют миры, называются наголоков, которых существа живут в облике змей, и вопрос, умер ли Христос за эти за этих существ? То есть, где границы, где вот эти вот, где этот край, где пределы? Да, то есть, если ты признаешь, что Иисус, Иисус умер за тебя, опять-таки, если у тебя в сознании эта информация есть, если ты в уме это осознаешь и принимаешь, тогда Иисус, получается, умер за тебя. А если не принимаешь, не знаешь или отрицаешь, тогда не за тебя. Ну, так вот, вот мне хочется задать вопрос, так, за меня или не за меня умер? И, естественно, это просто философские такие вопросы, я ни в коем случае не критически отношусь. И еще раз хочу сказать, это очень уважаемая традиция, очень весомая, довольно мощная, с очень глубинными корнями. Но методы, которые используют традиции христианства, они такие же самые, как и те же самые методы, которые используют демонические существа, те же самые падшие ангелы, рождаясь на земле, в теле физического человека, когда они создают какие-то ложные учения, ложные партии, под видом, к примеру, того же Гитлера или еще кого-нибудь, пытаются уничтожить другую какую-то нацию и так далее. каким образом они используют свое влияние. Точно так же, как и христианство. То есть методы влияния из позиции христианства, из позиции падших ангелов одни и те же. И этот элемент меня очень сильно выбил как-то. Когда я это увидел, когда я это осознал, я подумал, а в чем разница-то? И вообще, как бы, в традиции христианства довольно много парадоксальных моментов. Та же самая история. Не будем даже что-то разбирать, жизнь апостола и так далее. Первое, что сделал еще до начала творения отец небесный, он создал огромное войско. И в какой-то момент треть войска пала. Помним эту историю, да? То есть, как появились падшие ангелы, они проявились еще до того, как началось творение. Это первый акт. И понимаете, и третья часть войска пала. Не знаю, друзья. Не хочу ничего говорить. Вообще не хочу. Не спорю. Не спорю, что традиции христианства очень-очень интересные глубокое, философски масштабное, величественное. Но все же в какой-то момент я понял, что нужно, как говорится, притормозить коней и прекратить проявлять интерес традиции христианства. Потому что мне чего-то как-то там не все нравится. Или я, возможно, что-то не понимаю. С другой стороны, я и не хочу понимать. То есть, мне достаточно того пути, по которому я иду. И, собственно, на ваш вопрос «Йога – это не мой путь пока что, но как тогда?» Я могу сказать, что если вам это неинтересно, то я ничем не могу помочь. Вот так. Рекомендовать что-то другое я не хочу нести ответственность за любой другой путь. Я шел или иду по этому пути. Я знаю, что это работает. Да, на этом пути тоже есть ошибки, тоже есть всевозможные заблуждения, тоже есть. Но я, по крайней мере, в своей практике я научился маневрируя исправлять какие-то ошибки, исправлять какие-то пробелы и довольно эффективно прогрессировать в соответствии с ведическими описаниями. Поэтому относительно йоги и традиции индуизма я могу советовать. Но опять-таки это совет. Решайте сами. Нравится йога, нравится чтение мантры, нравится философское понимание. Пожалуйста, я подскажу, объясню, расскажу. Не нравится. Остаемся друзьями, идете в любую другую традицию, но я там не буду ничего делать, ничего говорить. Традиции христианства, ислама и даже буддизм не мое. Мне нравится тибетский эзотерический буддизм, но он связан, по сути, это просто развитие или определенная трансформация традиции индуизма с примесями буддизма. Вот так вот. Могу еще что-то сказать относительно тибетского эзотерического буддизма, но все остальное нет. Поэтому, задавая такой вопрос, скорее всего, вы склоняете себя к тому, что вам придется дальше искать какие-то способы пути уже самостоятельно. то, что я могу, я делюсь. Все остальное, друзья, если вас не устраивает. Расскажу видение. Я почему привел в качестве христианства пример, потому что мы знаем известную страну, такую, как Израиль. и в моем понимании, в моем восприятии еврейский народ довольно святой народ, священный по крайней мере. То есть, у них там в истории было очень много ошибок. И тем не менее, отец небесный, творец, выбрал именно этот народ. Он не выбрал славян, он не выбрал какой-то европейский, германский народ, не выбрал африканский или еще какой-то индейцев. Он их не выбрал, он выбрал именно еврейский. Значит, были какие-то причины, была какая-то мотивация, значит, было в них что-то, что выделяет их. И я признаю это, я признаю, что да, действительно, еврейский народ обладает какими-то духовными ценностями, духовными качествами. По сути, они являются народом или народностью, которая, по сути, единственная, кто хранит, ну, по крайней мере, из наших европейских, единственная, которая сохранила свою культуру, свои предания и свою духовную традицию. Мы вот, я уже повторял это неоднократно, мы в России не очень-то храним свои корни. ну, если гулять, так гулять, рубить, так рубить, все подряд, под корень, да. И они сохранили, и как бы на планете, но есть такое вот негласное понимание относительно того, что все-таки еврейский народ это избранный народ. Во всех смыслах этого слова, то есть, да, их во время Второй мировой войны на них были очень сильные гонения. Были гонения на них еще и до Второй мировой войны, и в каждом столетии всегда происходит когда, то есть, где-то какая-то печать на них все-таки есть негатива, но это, скорее всего, определенная плохая карма, которую они получили, распяв Иисуса Христа, своего пророка, своего мессию, то есть, он пришел их спасти, помочь, они взяли его распяли, и из-за этого теперь каждый последователь еврейского народа несет какой-то негативный отпечаток в своей жизни, в своей судьбе, их часто преследуют. Не поддерживаю, не поддерживаю это, но в то же самое время это есть, это есть в истории. И как-то в одной из медитаций у меня было видение связанное именно с Израилем, с еврейским народом. И я, как и все мы, естественно, отношусь с большим уважением. Так, собственно, как и всем народам, мне все нравится. И украинцы нравятся, ну, украинцы, вот, не знаю, что-то они куда-то послушали западную Украину, зарулили не туда, куда нужно. Вот, и молдаване классные, да все классные, все хорошие, да, все люди хорошие. Ну, бывают ошибки, вот, поссоримся, помиримся, ничего страшного. И, начитывая мантру в состоянии медитации, я оказался вне физического тела и увидел с высоты птичьего полета Израиль государства и прямо подо мной был Иерусалим. Вот, но находился я таким образом, что на расстоянии видимости где-то может быть метров в 300-400 я видел ту самую стену, которая известна как стена плача. И мы знаем, да, что прямо напротив нее, напротив этой стены довольно большая площадь. И в видении я смотрел на эту стену и вот это вот состояние стены плача оно чувствовалось. Действительно, еврейский народ находится в состоянии печали, наверное, да, то есть она не просто называется стена плача. Она действительно связана с каким-то страданием еврейского народа, с каким-то... Это не покаяние, это печаль о чем-то утраченном. И это прям чувствуется. Она, знаете, как пропитана вот этими вот состояниями и энергиями. И я смотрел на эту площадь, которая находится перед стеной плача, так, что с правой стороны от меня была сама стена, а с левой стороны расстилалась большая площадь, большое пространство такое вот. И я видел, как с небес спускаются божественные существа. Я не могу назвать их ангелами. Они не выглядели как ангелы христианства, но они выглядели как божественные существа, обладающими какими-то неземными качествами. То есть это такие, это, наверное, существа, которые превосходят даже ангельских, потому что в них, ну, я бы сказал, что в них даже присутствуют божественные какие-то энергии, божественные знаки. То есть это очень-очень высокоразвитые души, совершенные души во многих смыслах. Их было очень много. И они спускались с небес, опускаясь на землю. И они летали по воздуху, не имея при этом крыльев. Они были в красивых одеждах, в чистых одеждах, да, то есть сияющих одеждах. От них исходил мощный голубой свет. Я понимал, что эти существа связаны с будущим тысячелетием или с будущими веками. Как-то вот их появление, оно в большей степени было связано с будущим. Это было удивительно, друзья мои. Да, в одном видении можно видеть прошлое и будущее одновременно. Я почему и хочу поделиться этим видением, потому что оно действительно необыкновенно по своей сути. И они спускались с небес. Их было очень много. И спускаясь, они находили в мире и в частности в Израиле людей, которые были элитой Израиля, которые были лучшими умами, лучшими в своих качествах лидерами еврейских возможно меньшинств или еврейского народа. это лучшие из лучших были внутри самого Израиля, внутри еврейского народа. И каждый из этих небесных существ, которые спускались с небес, они подлетали к таким существам, к таким евреям, там были президенты и очень-очень известные раввины, духовные учителя, лидеры и президенты Израиля и какие-то там ну представьте себе вся элита, которая существует в Иерусалиме, в Израиле, вот все, выше только небо, да, вот, они подлетали к каждому из них и вы знаете, что они делали? Они не не делали относительно этих людей ничего, но изнутри они их просто как бы это выразить? Я в какой-то момент увидел то, что они видят, то есть я видел их глазами то, что они делают, как они воспринимают и они относительно этих лучших еврейских людей, подлетая к ним, они меняли структуру их тонкого тела таким образом, что эти люди прекращали свое существование в этом материальном мире. Умирали ли они? Скорее всего умирали, но при этом в первую очередь в духовном смысле. Почему? И это самый важный момент. Я сказал до этого, что вот эти духовные существа, спускающиеся с небес, они были связаны с будущими веками, тысячелетиями. а я не сказал про другую часть, а вот вот эти лидеры еврейской общины, еврейских общин, еврейского государства, Израиля, военные президенты, политики, известные раввины, даже, наверное, какие-то духовные существа, они почему-то выглядели как прошлое. И этот элемент меня очень сильно удивил, потому что я понимал, что Израиль в нынешнем своем состоянии, мы говорим, Израиль, это вау, это самая лучшая армия в мире, ну, и одна из самых лучших армий, у них там самая крутая разведка, у них самые мощные дроны, у них там самые суперские самолеты, у них там очень хорошая медицина, самая лучшая в мире медицина, там что у них у них Иерусалим, Израиль, это вот все самое самое лучшее, да, но есть, как бы бытует подобное мнение, и нам частично через телевизор иногда это доносят, навязывают, но в видении я увидел, что все эти люди, вся эта элита, они являются прошлым, и у них нет будущего, и когда эти небесные существа, что-то делая внутри с духовными телами, с астральными телами этих людей, они в духовном плане погибали, они брали этих людей, переносили на огромную площадь перед стеной плача, и вот так вот плотненькими рядами просто хоронили, 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 вся площадь, друзья, была усеяна, этими могилами, я был в шоке, я не мог понять, что происходит, а эти небесные существа, они приносили и хоронили, приносили и хоронили, никто ничего не говорил, была тишина, то есть никто не спрашивал, ты хочешь жить, как ты себя жил, как ты прожил эту жизнь, как ты себя жил, как ты прожил эту жизнь, делал ли ты что-то хорошее, как говорится, там, чистилище, суд, и так, не было никакого суда, просто вот спускались, свободен, свободен, грубо, друзья, но так и было, никто не понять, то есть такое ощущение, что все давным-давно решено уже, кто мертв, а кто жив, кто там, а кто в прошлом, это удивительно, и вся эта площадь была полностью покрыта вот этими могильными насыпями, причем не ставились ни памятники, не ставились те же самые кресты христианские допустим, православные, да, вот, просто загребли могилка и все, загребли могилка и все, загребли могилка и все. Что самое интересное, друзья мои, то, что я понимал, что в нынешнем состоянии, состоянии вот этих вот погибших людей это состояние еще и христианства. Видите, я просто описываю то, что я видел, мне очень тяжело объяснить все эти тонкие моменты. Я стараюсь изо всех сил, чтобы никого не обидеть, никому не причинить вред, но при этом рассказать видение, потому что уверен, для каждого это видение будет каким-то подсказывающим элементом. возможно, что многие люди задумаются над темой данного видео и исправят какие-то свои жизненные мотивы и так далее. И истина плача и погибшие люди они олицетворяли еще и саму традицию христианства, потому что традиция христианства напрямую связана с народом Израиля в первую очередь. То есть через них это пришло, через них это скорее всего каким-то образом и начинает исчезать. Связано ли данное видение непосредственно с будущими веками или с нынешним временем? Друзья, я видел таким образом, что это все-таки описание состояния материального мира в нынешнее время. То есть все эти божественные существа на земле, которые не принадлежат к еврейскому народу и не принадлежат традиции христианства. И все то, что развивалось, оно как-то так. Сразу хочу попросить извинения, если возможно мой рассказ кому-то доставит дискомфорт внутренний. Поверьте, я не хотел никому причинить душевные боли, душевных страданий, не испытываю никаких привязанностей или антипатий относительно еврейского народа, христианства и так далее, но такие видения бывают. Судите сами, друзья. До встречи. встречи.